Отключение горячей воды в летний сезон стало уже традицией. Для многих этот период длиною в 14 дней оборачивается неудобствами, ведь приходится мыться холодной водой или греть ее в тазиках. Однако коммунальщики уверены, что проводить профилактические работы летом необходимо. Мы летом в эти две недели проводим вот этот ремонт планово-предупредительный, он так и называется, что он именно предупреждает ремонты, которые будут возможно происходить зимой. Если бы мы их не производили, не отключали бы воду, то у нас зимой бы, я думаю, больше, чем две недели по одному дню, были бы какие-нибудь мелкие аварии неприятные, из-за которых пришлось бы, соответственно, оставлять жителей без горячей воды и отопления. Водоснабжение – сложная многокилометровая система разветвленных труб. Вода под огромным давлением проходит все изгибы и стыки металлических конструкций, прежде чем попасть в жилые дома. Чтобы жидкость дошла горячей, ее сильно нагревают. А это огромная нагрузка на трубы, которая в разы возрастает зимой. Мы проводим испытания, значит, тоже проявляются слабые места, происходит разрывы тепловых сетей, которые надо срочно, в течение буквально этих двух недель, устранить, заменить участки труб, которые произошли разрывы. Во время профилактических работ воду пускают по трубам с большей скоростью, чем обычно. Создаются так называемые экстренные условия. Мы в этот промежуток времени производим гидравлические испытания тепловых сетей. Это на прочность. В этом году мы испытания на прочность проводим под давлением 20 кг силы на 20 атмосфер. Для выявления, значит, возможных разрывов и предотвращения в зимний период, чтобы не было у нас аварий, выявляем своевременно, так сказать, слабые участки. В холодное время года такую профилактику не проведешь, люди замерзнут. Поэтому, прежде чем возмущаться сезонному отключению горячей воды, стоит подумать о последствиях. Лучше потерпеть летом, но зиму встретить с крепкой системой вода и теплоснабжения, которая не подведет даже в лютый мороз. К сентябрю на большинстве котельных Одинцовского района работы будут завершены. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.